Мы в центре управления бурением «Газпромнефть» и где как не здесь говорить о цифровизации, но мы пойдем еще дальше. Затронем тему цифровой трансформации, и об этом поговорим с Андреем Белевцевым, руководителем дирекции по цифровой трансформации компании «Газпромнефть». Сейчас вы работаете в нефтяной компании. Взгляды как-то поменялись на цифровизацию? Они вообще как-то меняются в принципе? Вы знаете, для меня, наверное, основное – то, что надо различать. Цифровизация и цифровая трансформация. Звучит очень похоже, но это две большие разницы. Цифровизация – это процесс, в котором мы применяем новые технологии в наших старых бизнес-процессах, в нашей старой организационной структуре. И это важно, это нужно, но это некий следующий этап. У нас будем проходить через автоматизацию, информатизацию, цифровизацию. А вот цифровая трансформация – это немножечко другое. Цифровая трансформация – это когда мы думаем о том, как мы можем изменить, как работает компания, как работает организация, изменить в некоторых случаях сами бизнес-модели на основе тех возможностей, которые нам дают технологии. Поэтому это достаточно разные вещи. Если мы говорим о цифровизации, этот процесс активно идет, и современные технологии прокладывают свою дорогу в бизнес. Если говорить о цифровой трансформации, то это более сложная задача, потому что она требует от компании думать не только о технологиях, но и о том, как компания устроена, как она работает, как работают ее бизнес-процессы, какая культура в компании есть, которая поддерживает трансформацию. Для нас основной вызов в том, чтобы вся цепочка производственного процесса компании была нам видна, чтобы, опять же, данные о производственном процессе были доступны для принятия решений, и чтобы мы могли оптимизировать систему в целом, а не только отдельные ее фрагменты. Скважина может восприниматься как твой клиент. То есть то, что ты делаешь, те цифровые проекты, которые ты делаешь для конкретной установки, может быть сделано исходя из того, что это тот самый клиент, которому ты хочешь сделать лучше, чтобы она работала без перебоев, в том режиме, который нужно, чтобы плановое обслуживание происходило без излишних затрат. Поэтому можно и в такой парадигме смотреть на эти проекты. Но постойте, все-таки, если ты работаешь с аудиторией, с вопросами, связанными с выбором потребителя, то буровая все-таки это механизм, и все-таки есть некие алгоритмы решений, потому что это техника. Конечно. И тут задача сложнее или проще все-таки? Я бы, наверное, не классифицировал эти задачи как задача более простую или более сложную. На самом деле, главная особенность той индустрии, в которой мы сейчас работаем, то, что у нас есть физические активы, они всегда будут, мы не собираемся от них избавляться. Если в ряде индустрий, таких как e-commerce или банки, цифровая трансформация говорит о неком выборе. Вы хотите физических активов и физического контакта с клиентами или цифровых активов и виртуальной среды общения с клиентами, то у нас выбор стоит немножечко другим образом. Физический актив существует, наша задача — создать его цифровой двойник и научиться на основе цифрового двойника, а по сути, что такое цифровой двойник? Это математическая модель. На основе этой математической модели управлять физическим объектом. Таким образом, у нас возникает сущность, которая является тем, что называется киберфизическая система. Вот в этом наше, наверное, ключевое различие со многими другими индустриями. И говоря о предъективном обслуживании механизмов, наша история в том, что мы создаем не модель поведения аудитории, мы создаем модель работы определенного оборудования и управляем этим оборудованием на основе математической модели таким образом, чтобы повысить его отдачу, повысить эффективность эксплуатации. Такой будет образный вопрос. Когда человечество придумывало самолет, то понятно, что наблюдало за птицами. Цифровизация, цифровая трансформация – это нечто похожее с функционированием человека. Там нейросети, искусственное зрение, тот же блокчейн. Вы говорите о том, что хотите создать некую цифровую копию компании «Газпромнефть». Вот тогда вопрос такой будет. Не возникли ты в какой-то момент раздвоения личности? Не боитесь? История, наверное, с цифровым двойником компании, он не про раздвоение личности, а про то, чтобы для принятия любого решения у нас оно было бы готово еще даже до момента, когда его нужно принять. Оно уже было, вся информация была бы на кончиках пальцев у того руководителя, который это решение будет принимать. Наверное, самая большая опасность в том, как бы не сделать модель, которая не принесет экономического эффекта. Такие риски, конечно, существуют, но мы стараемся их избежать тем, что мы не делаем модели без прямого заказа от бизнеса. Мы не делаем модели ради моделей или ради просто теоретического эксперимента. Каждый проект, который мы делаем, он создает элементы компании будущего, но вместе с тем он имеет некий конкретный запрос от бизнеса, что именно этот проект ему даст, какие именно экономические показатели он сейчас будет для него улучшать. Поэтому я думаю, что нет, мы не оторвемся. Газпром нефти, в общем-то, преуспели в создании моделей. Мы находимся в центре управления бурением. Тогда что нового вы планируете привнести? Газпром нефть очень давно инвестирует в создание различного рода математических моделей. И действительно, центр управления бурением – это прекрасный пример тех технологий, как мы их используем в повседневной жизни. Наверное, основной вызов сейчас стоит в двух вещах. Если говорить про аналитику как таковую, есть три уровня развития аналитики. Описательная, предиктивная и предписывающая. Что произойдется? Описательная аналитика – когда мы анализируем данные и говорим о том, как мы интерпретируем те события, которые уже произошли. Предиктивная аналитика – когда мы предсказываем определенные события на основе данных, на основе накопленного опыта. И учимся таким образом предпринимать определенные действия до того, как они по факту случились. И это, наверное, тот уровень технологий, внедрением которых сейчас наиболее активно занимаются промышленные компании. Это уровень внедрения технологий, которые позволят нам получать основную отдачу за счет того, что мы будем предпринимать решения об изменениях производственного процесса до того, как определенные события случились, просто зная, что они случатся. Самое сложное, и это наши перспективы, это некоторое будущее, я надеюсь, не столь отдаленное, это на основе данных предпринимать непосредственно действие в автоматическом режиме. То есть предписывающая аналитика – это когда уже не человек предпринимает решения на основе той информации, которую ему представили, а сам алгоритм, если хотите, искусственный интеллект, он принимает решения об управлении установками или об изменении определенных технологических режимов, управлении логистической цепочкой на основании того, что он рассчитал. И это очень сложный барьер, в том числе не только технологический, но и организационный. Существует большое количество вызовов и ограничений, связанных с текущим регуляторикой, с безопасностью. Поэтому это, может быть, вещи, к которых мы не придем сегодня, но это то, куда мы идем. Тут же возникает масса вопросов о роли человека, но об этом мы еще поговорим. А пока хотелось бы узнать, а примеры компании в мире есть, которая достигла бы этой точки, к которой вы стремитесь? Состояние дзен еще никто не достиг. Это действительно некоторая цель, и мы общаемся со всеми лидерами мировой нефтегазовой индустрии, и мы понимаем, что практически все из них хотят там быть, но никто из них там не оказался. И с точки зрения многих проектов мы чувствуем себя очень уверенно, с точки зрения той площадки, на которой мы находимся. Вызов четвертого технологического уклада заключается в том, что преимущество в нем имеют те, кто лучше знает свои производственные процессы, и кто владеет данными о производственных процессах. И на текущий момент практически нет поставщиков технологий в мире, которые готовы тебе предложить готовые цифровые технологии, трансформирующие твой бизнес. Есть отдельные элементы, есть важные строительные блоки, но качественно нового уровня развития технологий может достичь только тот, кто будет иметь возможность на основе глубинного знания производственного процесса, на основе данных о производственном процессе проводить эксперименты и строить те самые модели, которые будут позволять давать отдачу, о которой мы только что говорили. И наша задача трансформационная в том, чтобы все элементы бизнеса перешли на использование цифровых технологий в своей работе, сделав это естественным для них процессом, а не обращаясь в некий отдельно выделенный для них центр. Поэтому наша важная задача не просто сформировать команду в центре, но и построить элементы governance, управления самим процессом цифровой трансформации, которые будут решать три задачи. Мы решаем задачи управления координированного общей стратегией цифровой трансформации всей компании, как единого организма. Мы решаем центральный вопрос акселерации цифровых проектов. То есть мы работаем над тем, как сделать так, чтобы цифровые инициативы запускались быстрее, проходили легче и имели больше успешного результата в конечном итоге. И мы работаем централизованно над развитием платформ уровня предприятия, таких как платформы управления данными, платформы управления нефтяной компанией в целом, как цифровой нефтяной компанией. То есть теми элементами, которые не могут быть созданы одним из подразделений компаний в отдельности от всех остальных. Но шаг номер один — это разработка стратегии цифровой трансформации. Для реализации стратегии цифровой трансформации будет, естественно, создана программа ключевых проектов, которые будут направлены на преобразование компании в цифровую нефтяную компанию. Уже есть какие-то мысли, чтобы нам по ходу расскажете? Смотрите, да, для себя мы сформулировали сейчас, что цифровая нефтяная компания — это нефтяная компания, которая управляет своим бизнесом на основе цифровых платформ. То есть по большому счету цифровая нефтяная компания — это единая киберфизическая система, где есть физические активы и есть цифровые активы. И всеми физическими активами мы хотим научиться управлять на основе тех цифровых активов, которые мы создаем. У нас есть семейство проектов «Когнитивный геолог», у нас есть цифровой двоник «Месторождение», цифровые месторождения если мы движемся дальше по цепочке дальше у нас есть целое семейство проектов блока логистики переработки и сбыта там программа называется центр цифровых инициатив она объединяет в себе проекты по построению платформы управления непрерывным производством то есть по сути на этой цифровой платформе мы планируем управлять всеми нашими производственными подразделениями всеми нашими заводами дальше есть ряд проектов которые касаются логистики как бы и интересный например для нас проект который мы делали в последнее время проекта нефтеконтроль это проект который позволит позволяет прослеживать полностью всю цепочку поставки управления нефтепродуктами по всем точкам их присутствия начиная от завода и до экрана на азс и с точки зрения дирекции региональных продаж которые управляют нашим розничным бизнесом есть семейство проектов связанных и с управлением топлива логистическим контуром и с управлением клиентским контуром то есть тех платформ на основании которых мы работаем с конечными нашими клиент большому счету мы имеем цепочку проектов и программ которые прослеживают все 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 активности нашей компании начиная от разведки и заканчивая нашим конечным клиентом андрей вы говорите о том что стремитесь к тому чтобы решение о цифровых трансформациях принималось автоматически на основании определенного комплекса данных суки понимаю но нет ли такого ощущения что это усложняет несколько цепочку принятия решение все-таки достаточно сложное производство ответственно требующая безопасных технологий вот как быть с тем что возможно такое усложнение этой системы будет каким-то образом негативно влиять на безопасность ну как говорится чем проще механизм тем он понятнее надежнее нет знаете хороший вопрос потому что действительно как бы вся наша инженерная практика нам говорят о том что добавление каждого следующего элемента механизм об систему он может скомпрометировать надежность системы если собственно говоря надежности этого элемента ниже чем надежность системы здесь наверно основной вопрос в том что мы считаем что работа с данными элементов работ трансформации положительно влияют на надежность и самое главное безопасность почему это происходит потому что мы начинаем работать с большим объемом данных которые системы всегда создавали но до некоторых пор большому счету эти данные никем не Если мы начинаем работать со всем массивом информации, если мы начинаем смотреть на то, как ведет себя тайная система в совокупности большого количества ее параметров, как это влияет на ее выходные параметры, выходные характеристики, то мы таким образом за счет более комплексного анализа способны управлять системой с большей точностью. Мы способны достигать больше эффективности технологического процесса, и при этом мы не вносим какого-то нового элемента в саму технологическую цепочку, в саму установку, которая может как-то скомпрометировать ее надежность. По-прежнему существует система, по-прежнему система управляется системами ОСУТП, тот контур, который мы строим, он лежит сверху, и это же уровень желательной оптимизации в реальном времени самого технологического процесса. И чем больше объем данных мы сможем проанализировать, чем больше объем информации нам доступен о всех параметрах поведения системы в самокупности, тем только точнее мы ее управляем. К надежности это имеет, на мой взгляд, самое положительное значение. Такой провокационный вопрос. А все-таки оставляете возможность роли личности в цифровизации? Конечно, конечно. Смотрите, на текущий момент уровень развития технологии, он в том создании неких когнитивных цифровых помощников. Мы сейчас не говорим о конечной цели того, что человек уйдет из процесса принятия решения. Мы хотим, чтобы все люди принимали решения на основе объективных данных. Например, у нас в блоке логистики и переработки избыта создан центр управления эффективностью. Основная его задача — это сейчас не искусственный разум, который управляет всей производственно-логистической цепочкой. Это собрать правильную, корректную информацию, данные об этой цепочке в одну точку, обработать их, интерпретировать их, визуализировать их и дать возможность людям принимать решения на основе этих данных. И как только мы начинаем делать такого рода проекты, мы видим, что нам нужно сделать изменения технологические, то есть собрать данные, обработать, визуализировать, создать систему работы с ними. Но с другой стороны, нам сразу надо делать изменения организационные, потому что для того, чтобы отреагировать на эти данные, нужно решать другие задачи. Каким образом сделать так, чтобы цепочка распространения информации и принятия решений шла не сначала сверху вниз, потом снизу вверх, потом сверху вниз, потом снизу вверх. Как сделать так, чтобы все оказались в одном информационном поле? Это касается и работы с данными, то есть делать так, чтобы они были все доступны, визуализированы, а с другой стороны и организационные, чтобы те люди, которые готовы принимать решения, люди, обладающие необходимыми компетенциями, физически находились вместе на одних и тех же площадках и были наделены необходимыми полномочиями для того, чтобы решения принимать. Вопрос возникает. Может быть, учитывая всю эту цифровизацию, тем более трансформацию, может быть, это повод техническим вузам заняться поиском новых каких-то специальностей для того, чтобы обучать людей? На ваш взгляд, каких специалистов будет не хватать через год, два, пять лет? Знаете, то, что нам всем надо фундаментально осознать, то, что мы все должны знать математику, а еще очень желательно знать теорию вероятности и статистику. И если сейчас это была некая отдельная область знаний, то раньше была отдельная область знаний, то сейчас это, наверное, такой элемент базового образования уже даже не только для технических специальностей. По сути, в любой области деятельности ты можешь не быть инженером, ты можешь заниматься, например, маркетингом, но опираться на данные ты обязан понимать, что такое вероятности и как они влияют на те модели, которые строишь, ты обязан. Ну и второй очень важный аспект, которому, вообще говоря, много где учат детей, а у нас зачастую не понимают об этом ничего и взрослые. Это как научиться отличать факты от оценочных суждений. Наша задача в конечном итоге, это цифровой двойник всей компании. В конечном итоге нам нужно сделать так, чтобы вся компания у нас существовала в виде некой математической модели. Мы могли бы управлять компанией на основе тех данных, которые нам дает математическая модель. Представляете, как в объем работ нужно проделать на этом пути, какое количество специалистов нужно задействовать в создании цифровых двойников, ну фактически каждого элемента. И здесь нам тоже кажется, что мы хотим идти по пути максимальной открытости, потому что мы считаем, что ни одна компания в одиночку такой путь быстро не пройдет. Но в этом смысле мы не исключение. Мы стремимся к максимальной кооперации и с институтами развития государственными, и с научно-исследовательскими институтами, с образователями, учебными заведениями, с другими компаниями готовы работать на этом пути. И с точки зрения подготовки специалистов, и с точки зрения создания конечных решений, которые позволят нам нашу задачу решить. Какие показатели вы видите для себя, как оценочные ваши работы, работы ваших коллег в будущем? Знаете, есть показатели количественные, есть показатели качественные. С точки зрения количественных показателей, понятно, что любой проект, который будет делаться в компании, в итоге, так или иначе, должен оказывать положительное влияние на ее ибиду, на финансовые показатели. Второй вопрос в том, что не все они могут быть достижимы с точки зрения проекта цифровой трансформации в короткий период времени. Многие из них будут являться стратегическими проектами, эффекты от которых мы увидим на горизонты 5, 7, 10 лет даже. Но в этом смысле нашей индустрии не привыкать. Мы привыкли инвестировать в капитальные проекты, мы привыкли инвестировать в физические активы, которые дают реально и положительный денежный поток спустя несколько лет после начала инвестиций. Мы сейчас учимся инвестировать в цифровые активы, но в конечном итоге для любого цифрового актива тоже будет важно, чтобы был положительный экономический кейс, чтобы было положительное влияние на ибиду. Это если мы говорим про элементы количественных показателей. Второй, конечно, важнейший элемент, который мы смотрим в нашей индустрии, это HSE. То есть это все, что связано с производственной безопасностью. В этом смысле опять же есть многие оценки, что цифровые технологии крайне положительное влияние могут оказать на производственную безопасность, потому что мы будем работать вплоть до максимального устранения человека из любой опасной зоны производства. Таким образом, чтобы вред, который мог получить человек, был сведен к абсолютному минимуму. С другой стороны, все технологии, предъективные аналитики также позволяют нам предупредить любые возможности потенциальных производственных происшествий. Есть и качественные показатели. Например, мои цели сейчас в том, чтобы мы пришли к тому, чтобы в компании все решения, все принципиальные решения принимались именно на основе данных. Это очень важно как раз для исключения когнитивных ошибок человека при принятии решений, основанных просто на его предыдущем опыте, а не на объективных фактах, объективной реальности. Еще один качественный показатель для нас — это повсеместная доступность данных. Данные для нашей компании — это актив. Мы сформулировали корпоративный принцип, что все данные должны принадлежать компании, неважно в каком процессе или какой системе они создаются. Я действительно верю в то, что максимальная доступность данных, максимальное использование данных по всей производственной цепочке способно качественно изменить то, как мы подходим к организации своих производственных процессов, ну и в конечном итоге к тому, как работает наша компания в целом. Вообще достижение этих целей — это дело затратное? Внедрение каждой отдельной технологии само по себе это не так затратно. Если мы проводим различного рода эксперименты с блокчейном, как с одной из технологий, но бюджет каждого отдельно взятого проекта может составлять от 1 миллиона до 10 миллионов рублей для того, чтобы попробовать. Это для того, чтобы создать MVP, и много времени, и много денег не нужно. Существенные инвестиции требуются на последующих этапах, когда ты пытаешься изменить принципиально свои производственные процессы на основе той или иной технологии. Например, если говорить про блокчейн, то, на мой взгляд, очень большой потенциал технологий лежит в области оптимизации внутригрупповых взаимоотношений, внутригрупповых расчетов. У нас достаточно большое количество юридических лиц, которые входят в компанию. И повсеместное устранение затрат на организацию всех взаимоотношений, контрактных, договорных, взаиморасчетов. Это, на мой взгляд, очень хороший потенциал применения технологий. Если нам удастся это сделать, мы работаем сейчас над этим, то мы сможем сделать следующий шаг применения этих технологий уже для взаиморасчетов с контрагентами, с закупками, управлением комплексными проектами. Каждый следующий шажок будет стоить нам немножечко дороже, но к моменту каждого следующего шага у нас будет некий доказанный экономический эффект, который мы достигли на предыдущем. И правильно я понимаю, что из ваших слов, что то, чем вы занимаетесь, если это не впервые в мире, то то, что не имеет аналогов. В мире, если мы посмотрим на крупнейшую нефтегазовую компанию, практически во всех у них существует позиция, чем в digital officer. Все работают над тем, чтобы определить видение своей компании в будущем, но нет ни одной компании, которая этот путь прошла. Поэтому, наверное, принципиально изменившиеся отношения наших с нашими мировыми партнерами, они в том, что нам некого копировать. Все создают свое собственное будущее сами. Никто не может сказать, что я уже это сделал, поэтому мой путь правильный. Мы считаем, что наш подход самый выигрышный, самый правильный. Мы опираемся на свои силы, мы опираемся на свой научно-технический потенциал и при этом стараемся максимально активно кооперировать со всеми теми на рынке, кто может нам помочь этот путь пройти. Желаю вам успеха. Спасибо вам большое. Спасибо.